Всем привет, девочки и мальчики! В эфире пустые баночки. Пустые и либо недопользованные. Это остатки от набора, которые я использовала весь, потом спустя какое-то время решила повторить. Марка Комплимент. И буквально совсем недавно, делая переборку косметики, я наткнулась на гель, крем для рук и еще какой-то тут из них третий. Вот. Чтобы таких ситуаций не возникало, я решила, чтобы просто сделать грандиозное расхламление, которое я вам обязательно покажу. И просто единственное, что я хочу сказать, я отдам это в добрые руки для тех, кому это пригодится. Ну, а мы поехали дальше. Вот такая маска от L'Etoile. Я ее показывала уже неоднократно. Я когда нахожу их, я беру их сразу штук по 10. В верхнем пакетике пилинг-скатка, в нижнем витаминный мульти, там какой-то супер-пупер-крем. Вместе они работают отлично. То есть это, если вот эту процедуру завести, завести как привычку перед умыванием и после умывания, кожа значительно становится лучше. То есть буквально недельку вы поделаете себе вот такие процедуры. Пилинг-скатка, если вы не знаете, как работает, спросите, я отвечу. Вот. И мультивитаминное восстанавливающее. Вот такого пакетика мне хватает на три раза. Потому что за раз это все на себя вымазывать, это просто нереально. Поэтому вот я срезаю уголок и постепенно как бы расходую продукт. Да, такой лайфхак, потому что продукта там реально много. И за одно применение выбухать на себя все это просто невозможно. Либо можно сделать три процедуры подряд. Эффект будет просто супер. Но только давайте кожа просохнет после каждого шага. Это гиалуроновая кислота. Продаются вот эти вот шприцы так называемые. Вот. Они продаются вот в таких упаковках. Работают прекрасно. Я покажу вам сейчас. Я делаю... Я переливаю продукт вот в такие баночки с пипетками. И добавляю в крема. Вот. Надеюсь, это интересно и полезно. Такой лайфхак. Потому что из шприцов выдавливать. Она очень жидкая. Она течет, бежит буквально как вода. Но из шприца не очень удобно. Поэтому просто промываем бутылочку и пипетку после каждой новой порции. И пользуемся так, чтобы вам было удобно. И самое главное. Там получается тогда капельный расход намного экономнее, чем пользоваться этим из вот этого вот такого импровизационного шприца. Что только люди не придумают. Это, кстати, китайская. Вот. Это стоило порядка 400. Если ангарчанам интересно, где я это купила, спрашивайте. Тоже спрашивайте. И давайте, не знаю, там, придумаем какое-нибудь видео с ответами на вопросы. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой вконтакт. Хотя там у меня сейчас очень-очень неактивно. И на фейсбуке у меня уже 5000 друзей. Вот здесь я поставлю пакетик и буду в него всё складывать. Вот такая шампунь СИОС. Контроль над потерей волос. И бальзам из этой жильнейки. Работают они великолепно. Если вы сталкиваетесь с проблемой, СИОС решает в моём случае её идеально. Просто идеально. Поэтому я рекомендую. Я брала, беру и буду брать. Обязательно дома должна быть такая линейка. То есть, если вы заметили, что вдруг почему-то в вашей расческе очень-очень много волос стало появляться. Обращайтесь вот к этому бренду и всё, проблема будет решена. В моём случае она решается в течение, наверное, двух-трёх помывок. Какие-то компоненты, которые там содержатся, они действительно помогают. И браво, СИОС. Браво, да. Я буду брать тебя ещё. Это остатки бальзама, который тоже закончился. Буду ли брать я эту линейку, ещё нет, не буду. Бальзам так себе, шампунь, ничего хорошего. А вот масло, масло из этой линейки, оно очень хорошее. Я наверняка покажу его ещё в других видео, и вам понравится. Биокон. Это остатки крема, который мне пришёл... Я не помню, то ли по блогерской рассылке какой-то, то ли я предложила им сотрудничество, они согласились. В общем, крем находится в стекле. Всё прекрасно. Это совместный, по-моему, украинско-французский запуск. Но посоветовала бы я его... Ну, скорее всего, нет. Если не пойдёт на лицо, его можно извести на руки, ноги. Все прекрасно знают, как это делается. Он не портится. Консервантов там окей. И поэтому... Я не знаю, я, скорее всего, естественно, избавлюсь от него, потому что он не идёт у меня. Ничего не могу с этим поделать. Мицеллярная вода от Невея. Великолепная, хорошая мицеллярная вода. Только, пожалуйста, запомните, как выглядит эта бутылочка. Потому что та бутылочка с мицелляркой, где есть такая тёмно-бордовая полоса, она щиплет глаза, к сожалению. Вот. И поэтому это не щиплет мне, во всяком случае. И я слышала отзывы, что да, с красной полосой на неё жалуются. Это уже другой запуск, это совершенно другая вода. Поэтому те, у кого были проблемы с красной полоской, с этой, скорее всего, их не будет. Вот такая умывалочка от чёрный жемчуг. Вот так она выглядит. Я пользуюсь ей долгие годы. Я не собираюсь пока её ни на что менять. Ну, конечно, что-то подыскиваю. Кстати, если у вас есть какие-то такие свои лайфхаки, недорогие, но классные бренды, пишите, пожалуйста, комментарии внизу. Ну, я за это буду вам очень благодарна. Ну, а так сама помпа. Вот, кстати, я недавно купила, и у меня была проблема с помпой. Мне пришлось переставить от старой бутылки в новую, потому что здесь вот, видите, опять ничего не происходит. Ну, везёт мне на такие помпы, ну, что поделать. Везёт. Два брата-акробата. Один лореаль 45+, второй чёрный жемчуг. Дневной, ночной, трам-пам-пам, крем-эксперт. Ничего не написано. Чёрный жемчуг работает лучше на моей коже, во всяком случае. Как бы лореаль, он идёт с лёгким таким тонированием, он такой желтоватый крем, но допользовала еле-еле. Чёрный жемчуг мне понравился больше, и я буду его брать ещё. Великолепный. Невея, красивая кожа. Вот такая надпись. Крем великолепный, увлажняющий, как бы очень хорошо работает. Могу ли я его советовать? Могу. 45+, 50+. Я думаю, вы будете довольны. Я могу показать, до какой степени я его израсходовала полностью. Вот, это видно. Буду ли брать ещё? Да, конечно. Почти заканчивается чёрный жемчуг. Окей. И закончился гарниер, молочко для снятия макияжа. Тоже всё прекрасно. Говорить лишний раз я не буду, потому что я уже говорила в своих пустых баночках вот об этом продукте. Ну, и чёрный жемчуг, да, вполне себе ничего. Но я попробовала тоники от Ифраше, и сейчас я пробую тоники от Лореаль. Надеюсь, информация была для вас интересной и полезной. Всем всего хорошего. Пока. Это Ольга Швец. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Ссори, я немножко приболела, как обычно. Но у нас сегодня шёл снег. Мы в Сибири. Тут ничего не поделаешь. Всем ждём лето, все настраиваемся на позитив. Всем всего хорошего. Пока-пока.